Курс пары евро-доллар будет колебаться в широком диапазоне между 1,04 и 1,1150. Но мы также ожидаем увидеть скачок волатильности в связи с выборами во Франции. Выборы во Франции пройдут уже очень скоро. Популизм сейчас в тренде в политической сфере. Как эти выборы повлияют на курс евро по отношению к доллару? Многие люди считают, что политическая неуверенность в Европе окажет негативное влияние на курс евро. Но в реальности бывает так, что политические события оказывают иное влияние на рынки, которое не соответствует ожиданиям. В прошлом году из-за Брексита и Трампа цены на биржах должны были существенно снизиться. Но, тем не менее, мы видели восходящий тренд в обеих странах. Хотя, если посмотреть на поверхность волатильности, то мы увидим всплеск волатильности, который показывает, что инвесторы обеспокоены результатами выборов во Франции. И вне зависимости от того, какими будут итоги голосования, курс евро на это отреагирует. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. Даже если Ле Пен победит на выборах, ей будет крайне сложно реализовать выход Франции из Евросоюза. И на самом деле, в долгосрочной перспективе, её победа будет иметь незначительное влияние на курс единой валюты. Как инвесторы готовятся к возможным рискам? Естественно, многие обеспокоены тем, что Марин Ле Пен может оказать негативное влияние на курс евро. С точки зрения волатильности евро, мы видим скачок потенциальной волатильности, которая может реализоваться с приближением выборов. На графиках видно, что инвесторы обеспокоены снижением курса евро. И они готовы заплатить больше реальной стоимости для того, чтобы приобрести защиту в виде пуд-опционов. На графике мы видим подъём, который обозначен красным. Он показывает, что в преддверии президентских выборов во Франции пуд-опционы стали самым дорогим инструментом. Если говорить о моих прогнозах для курса пары евро-доллар, то я полагаю, что курс этой пары будет колебаться в широком диапазоне между 1,04 и 1,1150. Но мы также ожидаем увидеть скачок волатильности в связи с президентскими выборами во Франции. Как можно обыграть эту ситуацию? Я бы порекомендовала длинные позиции по волатильности. Один из примеров стратегии, которую я бы порекомендовала, это короткая стратегия-бабочка для кол-опционов. Эта стратегия позволит вам получить прибыль в условиях усиления волатильности. Если посмотреть на отчёт о прибыли и убытках для этой стратегии, то мы увидим, что соотношение прибыли и убытков отрицательное в случае незначительных колебаний на рынках. Но соотношение прибыли и убытков будет положительным в случае крупных колебаний в обоих направлениях. Это означает, что вам, как инвестору, не нужно делать ставку на победителя выборов. И последний вопрос. Как будет изменяться курс пары евро-доллар до конца этого года? Возможно, мы увидим рост курса. Для начала я хотела бы отметить, что в краткосрочной перспективе курс может достичь одного из двух уровней. Это 1.04 и 1.08. Скорее всего, такое движение курса удивит многих инвесторов. И, возможно, это даже усилит волатильность. Но в долгосрочной перспективе мы действительно можем увидеть усиление курса. Но, вероятно, оно будет не таким сильным, как многие ожидают. Посмотрим, как курс пары евро-доллар будет реагировать на границах широкого диапазона, о котором я говорила ранее. Это очень важный момент, который непременно нужно учитывать. Но даже в середине этого года мы, возможно, увидим события, которые зададут тон для курса этой пары на весь год. Спасибо за ваши комментарии. Приятно было пообщаться с вами. Спасибо за приглашение. На этом наше время подошло к концу. Еще больше интересных программ вы можете найти на нашем сайте. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!